Вопрос юристу 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 А можем ли мы требовать возмещения и по КАСКО, и по ОСАГО, возмещения ущерба? На самом деле нужно будет просто определиться, куда будет выгоднее обратиться потерпевшему, то есть страхователю. Нельзя обращаться именно сразу в обе компании, то есть нужно определиться, в какую именно вы захотите. То есть КАСКО компенсирует полностью весь ущерб, а ОСАГО лишь в пределах той страховой суммы, на которой застрахована ответственность. А как можно подрассчитать, куда выгоднее обратиться? Ну подрассчитать нужно, во-первых, если вы сомневаетесь в стоимости, уже провести экспертизу оценочную, которая покажет вам именно какой ущерб причинен вашему автомобилю, и там уже будет видна сумма. Соответственно, с соответствующей суммой вы можете уже обращаться в компанию либо КАСКО, либо ОСАГО, то есть где вам будет компенсировано полностью. А если такая ситуация, и инспектор ГИБДД не указал все повреждения в справке, затем автовладелец обращается в страховую, страховая, соответственно, не может возместить эти повреждения, поскольку они не указаны, отправляет обратно в ГИБДД, там в свою очередь отказывает, что делать? В таких ситуациях мы советуем обращаться в независимую экспертизу, где именно специалисты, эксперты проведут свое исследование и установят, причинен ли это повреждение именно в данном ДТП или нет. То есть соответствующее исследование, отчет будет являться основанием для выплаты именно в части, в которой страховая компания не доплатила. То есть нужно обращаться к независимой экспертизе. Николай, что делать, если страховая действительно не доплатила ущерб? В случае, если страховая не доплачивает ущерб, во-первых, нужно, опять же, получить соответствующие именно акт осмотра транспортного средства. С данным документом нужно будет обратиться в оценочную организацию для оценки стоимости восстановительного ремонта. Будет подготовлен отчет, с которым можно будет обратиться с претензией в страховую организацию по истечению срока, там обычно 10 дней, если страховая компания не выплачивает, уже обращаемся в суд для взыскания страховки. Обязательно писать претензию, прежде чем обращаться в суд? С недавнего времени, с 1 сентября 2014 года по ОСАГО претензия является теперь обязательным до судебного порядка. То есть без наличия претензии судебные инстанции оставляют без рассмотрения такого рода иски. По КАСКО, прямо в самих правилах страхования, там прописан до судебный порядок. Вы упомянули изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Положительно ли это сказалось на правах автовладельцев? На самом деле, изучив изменения, которые вступили в силу, мы пришли к выводу, что положение автовладельцев страхователей укрепилось, так как данный закон, во-первых, сокращает сроки для страховой выплаты. Раньше срок для выплаты составлял 30 дней с момента обращения с заявлением. Теперь этот срок сократили и составляет 20 дней. Это существенно сокращает срок для выплаты. А также теперь идут дополнительные штрафные, так сказать, санкции в отношении страховых компаний. То есть раньше предусматривалась за каждый день просрочки выплаты неустойка, то теперь предусматривается не только неустойка, но и еще дополнительная штрафная санкция за каждый день просрочки именно непредоставления письменного отказа в страховке. Возвращаясь к вопросу о суде, на что автовладелец может рассчитывать, подав документы в суд? Подав документы в суд, автовладелец может рассчитывать, во-первых, на компенсацию страховки всех затрат, понесенным им при обращении в суд, то есть на составление самого отчета по экспертизе, и также в праве требовать неустойки за каждый день просрочки страхового возмещения. Помимо этого, в праве рассчитывать на сумму морального вреда, и у нас обычно, как правило, суд относит отношения между страховой компанией и страхователем под закон о защите прав потребителей. В связи с этим, в пользу потребителя, то есть страхователя, выплачивается 50% штраф от всей суммы, которую присуждает суд. Помимо этого, все понесенные расходы на юристов, то есть также компенсируются судом в разумных пределах. Николай, я предлагаю узнать, что пишут наши телезрители на адрес инфособака.пс29.ру Поставил автомобиль рядом с подъездом, возвращаясь и вижу, что на автомобиль упал кусок льда с крыши. Кто мне возместит вред? Что делать в этой ситуации? Действительно, сейчас такие ситуации могут возникнуть у многих автовладельцев. Что делать? Да, в таких ситуациях главное своевременно вызывать органы полиции, которые приедут и зафиксируют, что автомобиль находится на том месте, где упал кусок льда. Допустим, с крыши или с балкона. Далее, получив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, где отражены все обстоятельства, то есть именно, что упал кусок льда на данный автомобиль и владельцем автомобиля является потерпевшей, можно обращаться уже в суд, но при этом, если имеются видеозаписи, то есть обычно на видеорегистраторах стоят, либо же камеры от магазинов, которые фиксируют все нахождение, также свидетелей можно привлекать. Все это в совокупности подтвердит именно факт причинения вам ущерба, и вы можете требовать возмещения, то есть ваших убытков, именно с управляющей компанией, которая обслуживает многоквартирный дом, с которого, соответственно, и упал кусок льда. — Соответственно, если это учреждение, то с учреждения магазина и так далее. — Да, да, да. — А есть ли разница, когда на автомобиль упала случайно, допустим, сосулька, или производилась очистка крыши, о чем предупреждали, и, допустим, территория была огорожена? — Да, если территория была огорожена, то есть стояли знаки, свидетельствующие о том, что будет чистка, а потерпевший пренебрег этим правилам и поставил, так сказать, легкомысленно подумав, что ничего не случится, то есть, да, здесь будет освобождаться от ответственности компания, которая убирала снег с крыши. — А если он не знал, был в отъезде, допустим, у машины стоял? — В этом случае ситуация спорная, но все-таки суд будет устанавливать именно, пытались ли донести до владельца автомобиля эту информацию, пытались ли связаться с ним, то есть, на самом деле, будет все дальше устанавливать суд вину компании в борке снега. — То есть, автовладельцам, в свою очередь, тоже нужно быть внимательным? — Да, нужно быть внимательным, на самом деле. — Я предлагаю перейти к следующему письму. — Сдал автомобиль на гарантийный ремонт, но уже три месяца автосалон не возвращает мне автомобиль. — Что я могу потребовать с автосалона и в каком порядке? — Что делать в такой ситуации? — В такой ситуации, во-первых, нужно посмотреть именно по срокам. У нас по закону сдать товар именно, допустим, автомобиль по гарантийному ремонту можно в пределах 45-дневного срока. Если же в договоре между покупателем и продавцом установлен более-менее срок, не превышающий… — Снова можем. — В таком случае, если между покупателем и продавцом срок гарантийного ремонта установлен менее, чем 45 дней, то есть в пределах установленного срока. — Если же продавцом этот срок нарушен, то покупатель вправе требовать с продавца, ну, соответственно, автосалона, которому был передан ремонт автомобиль, неустойку в размере 1% от стоимости автомобиля и возмещение всех своих затрат, которые связаны с тем, что потребитель не пользуется автомобилем. То есть подается претензия, если игнорируют претензию, можно обращаться в суды и требовать возмещения никакой неустойки, так и всех понесенных убытков. — Николай, если страховая отказывается в выплате страховки, поскольку в ДТП виновны оба участника, что делать в такой ситуации? — Да, такие ситуации не редкость, то есть есть такие случаи, когда виноваты сразу оба участника ДТП. — В таком случае инспектор ГИБДД выносит постановления, в которых есть вина как обоих участников ДТП. — В таком случае есть такие вот моменты, когда страховая компания отказывает выплате ввиду того, что не установлено единственное виновное лицо. — Но на самом деле этот отказ является незаконным, то есть степень вины в таком случае будет уже определять суд. — Как правило, судебные инстанции в основном определяют 50 на 50, то есть степень виновности вины. От этого зависит и сама страховая выплата, то есть пропорционально степень вины будет взыскано страховое возмещение. — А в пределах какого срока нужно обращаться в суд, чтобы получить страховку? — По ОСАГО можно обратиться в течение трех лет, то есть срока исковой давности. А если дело касается КАСКО, то в пределах двухлетнего срока. — Николай, в группе ВКонтакте компании «Юрактив» очень много вопросов, связанных с ситуацией вокруг ООО «Автофлагман». Давайте поясним, что это за ситуация и как из нее выйти пострадавшим. — По данной ситуации я поясню следующее. «Автофлагман, продавая автомобили и при этом взяв предоплату, не поставляет вовремя автомобили. В связи с этим нарушаются сроки поставки. Для этого потребитель обращается сначала с претензией, а дальше подает судебный иск в соответствующей инстанции. Но получив решение суда о том, что действия «Автофлагмана» неправомерны, которые вступают в законную силу, оно фактически является лишь простой бумагой. Так как на деле эти суммы невозможно уже становится взыскать, можно, конечно, пытаться обращаться именно в порядке процедуры банкротства и требовать возмещения именно понесенных расходов и требовать возврата уплаченных денежных средств. Но в настоящие дни это становится все сложнее, так как заканчиваются денежные средства у данной организации. И это является проблемой о том, что по факту невозможно восстановить нарушенные права потребителей, которые уплатили денежные средства по договору купли-продажи. Но на сегодняшний день есть какие-то выходы из ситуации? Ну, выходы из ситуации, конечно, есть. То есть нужно соответствующе обращаться в порядке процедуры банкротства, как я уже упомянул, и пытаться писать жалобы и пытаться контролировать взыскание этих сумм. То есть на самом деле это уже все зависит от того, есть ли денежные средства по факту у этой компании. Давайте вернемся к происшествиям на дорогах. Если водитель попал в яму, с кого можно потребовать возмещение ущерба? Да, такие ситуации не редкость. В таком случае виновное лицо является та организация, которая обслуживает именно дорожное покрытие. С этой организации нужно будет, конечно, узнавать, кто занимается обслуживанием, и можно предъявлять в претензионном и исковом порядке требования о компенсации расходов по ремонту автомобиля. То есть сначала нужно написать претензию, а потом в случае чего обращаться в суд? Да. Для этого, опять же, нужно сделать видео, фото, все возможные доказательства собрать. Самое интересное, что для этого такого рода характера необходимо вызвать инспекторов ГИБДД, которые зафиксируют в своей справке и протоколе именно размеры ямы. То есть у нас законодатель различает правильные и неправильные ямы, так сказать. То есть соответствующие габариты, превышение которых является уже незаконным. То есть законные, так сказать, габариты ям у нас являются 15, 60 и 5. То есть 15 по длине, по ширине и 5 сантиметров по глубине. То есть превышение уже является незаконным и соответствующее можете уже требовать с организацией, которая обслуживает дорожное покрытие, возмещение ущерба. Николай, спасибо вам большое за интересный и, главное, полезный разговор. Спасибо. Смотрите нашу программу и вы будете знать больше о своих правах. В следующий вторник мы будем говорить о юридической безопасности при заключении сделок. Пишите нам на адрес info.sobako.ps29.ru или в группу ВКонтакте компании Юрактив. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова